Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим 4 красивых партии, в которых одна из сторон проводит двойной удар. То есть последовательно наносит две комбинации сопернику. Первая партия CD4, FG5 и белые ставят так называемый печок, DC5. Побили, 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 побили. Черные временно жертвуют шашку уже F4 и нападают сразу же на две шашки CB6. В этой позиции правильно играть CD6. Далее обе стороны играют своими сильными правыми флангами. То есть в обычной партии мы играем сильным левым флангом, но в позициях гамбитного типа играем именно правым флангом. Fe3, CB4, EF4, Fe7. Черные выбирают открытую систему разыгрывания гамбита Кукуева. Белые нападают BC3, ну и правильно закрываться, B5. AG3, AB6. Важный ход. То есть мы хотим два раза разменяться назад за черных и получить запасные темпы. AB2, B3, GF2. И черные меняются назад. Ну размен с шестой горизонтали на восьмую пока не дает черным запасных темпов, но рано или поздно белые сыграют CD4. И уже размен BC5, то есть видите, размен идет с пятой на седьмую горизонталь, дает черным два запасных темпа. Благодаря этому позиция черных уже лучше. Далее возможно, GH4, AG7, FE3, GF6, EF2, CD6. Ну и в этой позиции правильно за белых играть FE5. И куда бы черные не побили, возникает примерно равная позиция. А вот играть FG5 уже хуже. После FG5 возможен следующий вариант. DC7, BC3, CB6, FG3, BA5, GF4, BA7, G6, AB6. Ну и в этой позиции уже окончательно проигрывают ходы CD4, ED4. А вот ход FG5 еще давал тяжелую ничью. Ну давайте рассмотрим ход CD4. После этого хода черные проводят две последовательные комбинации. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыша черных. Черные играют FG7, пропускают белых в дамки. Затем отдают еще две шашки и прорываются в дамки сами. У белых есть два хода. Ну после хода FE5 черные могут напасть ED2. И грозят напасть на шашку D4 ходом FG7. Поэтому приходится играть DE5. Тогда нападаем. Белые отходят, черные меняются и легко побеждают. Поэтому белые в этой позиции еще сопротивляются, играют FG5. Ну и здесь снова можете поставить видео на паузу и попытаться найти второй удар за черных. Только он выигрывает. Обратите внимание, что не выигрывает ход ED2 напрашивающийся. Потому что после него белые сыграют DE5. Но видите, ход EF6 неотвратим. То есть рано или поздно белые прорываются в дамки и достигают ничьей. Но тем не менее, после хода FG5 черные еще могут выиграть. То есть проводим вторую комбинацию. Играем дамкой на А5. Ну и сейчас пока играть Bc5 бесполезно. Потому что дамка черных погибнет. И белые достигнут ничьей. Поэтому играем Аb2. И вот теперь уже наносим свой финальный удар. Bc5. Снимаем 3 шашки. И красиво побеждаем. Следующая комбинация возможна в дебюте кол. CD4, Ba5, Dc5. Шашка C5 белых при наличии шашки черных на поле А5 получила название кол. Ну это начало очень любят играть начинающие шашисты. Кстати, опытные мастера тоже любят. FG5, Bc3, Gf6. Ну и здесь возможно несколько хороших ходов. Белые играют GH4. И предлагают черным также поставить кол. Черные ставят. Кол, Gf4. И возникает дебют двойной кол. Аb2. И в этой позиции возможна интересная жертва. Fe3. Лучше всего побить на d4. И после нападения. Допустим, Hg3. И нападаем. Ba3. Черные играют bc7. Они без шашки. Поэтому шашку надо отыгрывать. CD6. Теперь играем Gf4 и Fg5. Снова возникла гамбитная позиция. То есть в такого рода позициях важно еще знать такой момент, что кроме запасных темпов, надо смотреть сколько шашек находится на большой дороге. То есть видите, у белых две шашки и у черных две шашки. Но белые шашки уже вышли в центр. А черная шашка H8 застряла. Поэтому преимущество здесь, конечно же, у белых. Дальше возможен такой вариант. dc7, gf2, cb6, fe3, ba3, ef2 и черные меняются назад. То есть мы уже говорили, размен с пятой горизонтали на седьмую дает черным запасные темпы. Поэтому вперед бить плохо, надо бить только назад. Ну и дальше возможен такой вариант. Допустим, fg3, cd6, gf4, ну наверное даже g6. Ладно, с перестановкой ходов. Так, ab6, g6. Ну и в этой позиции у черных есть два хода. bc5 уже окончательно проигрывает. А вот ход ba5 давал также тяжелейшую ничью. Давайте рассмотрим ход bc5. После этого хода у белых есть красивый выигрыш. Играем fg5. Ну и у черных единственный ход, fe5. Иначе белые грозили связать черных по рукам и ногам. Ну, теперь проводим комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Играем gf6. Надо бить только назад. Затем пропускаем черных дамки cb2. И играем ef4. Дамка черных ловится и белые сами прорываются в дамки. Несмотря на то, что у черных две лишние шашки, здесь у них везде проигрыш. Ну, первый ход d5 очевидный. Особо тут не разгуляешься. И здесь белым надо сделать точный ход. Сыграть дамкой на g5. Черные нападают. Еще надеются на ничью cd4. Отходим. И черные жертвуют шашку. gf6. Бьем на d8. И черные играют d3. Обманчивая позиция. Кажется, что черные легко достигают ничьей. Но это не так. Белые проводят второй удар и побеждают. Здесь надо сделать точный ход. bc5. То есть, белые грозят сыграть cd6 и побить две шашки черных. Поэтому ход ef4 черных вынужденный. Здесь надо сделать очень труднонаходимый ход cd6. И белые побеждают во всех вариантах. Как бы черные не сыграли. То есть, fg3, ef2 или ed2. Белые проводят вот такую комбинацию. Ну, давайте рассмотрим ход ef2. Отдаем одну шашку. d7. Затем еще одну. fg7. И белые красиво побеждают. Это анализ гроссмейстера Зиновия Цирика. Следующая позиция возникла в дебюте. Обратный тычок. cb4, fg5. bc3. И черные ставят тычок. gf4. Побили, 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 побили. Ну, здесь уже проигрывает ход ab2. Я его подробно разбирал. После хода b5 черные побеждают во всех вариантах. Поэтому будьте внимательны в этой позиции. Кто не знает, как тут побеждать за черных, ссылку оставлю в верхнем правом углу. Белые поэтому правильно играют b5, gf6. И вот здесь уже можно сходить ab2. Этот ход уже не проигрывает. Черные играют bc5. Развиваются в центр. Белые пытаются его окружить. cb4. Аg7. И черные меняются на поле c5. Далее. Белые не дают размена. После bc3, видите, грозил тройной размен. cb4, cb6. Поэтому белые играют dc3. Тогда черные играют g6. Ну и на ход ed2 занимают полностью центр. fe5. Белые нападают cb4. Черные закрываются cd6. Ну и здесь правильно было играть, допустим, за белых bc3. С равной игрой. Но в партии рахунов, рахунов, фамин, белые сделали неосторожный ход ab6. Оказывается, он уже ставит белых на грань поражения. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Она очень неожиданная. Играем dc7. Сумасшедший ход. Но после него выясняется, что у белых есть два варианта. Ну, на f6 бить совсем плохо. Тогда белые, черные проводят уже выигрышную комбинацию. Отдаем еще одну шашку. Затем еще одну. Ну и пользуясь решетчатостью. Видите, в позиции белых очень много свободных полей. Кроме того, ослаблены поля a1 и e1. Черные проводят финальный удар dc5. И красиво снимают пять шашек соперника с выигрышем. Поэтому белые бьют не на f6, а бьют в дамки на d8. Тогда отдаем еще одну шашку и проводим вот такой удар. fg3. Затем бьем. Ну, лучше всего побить на поле a5. Здесь, в этой позиции, у белых еще не была ничья. Надо было для этого сыграть на поле e1. И шансы на ничью сохранялись. Но белые сыграли неосторожно. То есть были, видимо, потрясены вот этой комбинацией. И сыграли gf2. И черные проводят вторую комбинацию. Можете также поставить видео на паузу. И попытаться найти вторую комбинацию за черных. Играем f7. Затем cb4. И ловим дамку белых. bc7. И наносим свой финальный удар. Именно так и завершилась партия. Ну и, наконец, последняя партия на сегодня. cd4 hg5 gh4. Разыгран дебют обратной игра Бадянского. Черная игра от b5. Ну и в этой позиции очень хорошо поставить за белых кол. Может возникнуть дебют. Так называемый кол Воронцова. Но в партии Бакуменко-Миротин белые предпочли сыграть bc3. Черные играют cb6. Ну и на ход fg3 уже играют bc5. Связывают центр белых. Белые играют gf4. Черные играют gh6. Ну и, например, на ход fe5 черные рассчитывали провести комбинацию gf4. Поэтому белые играют ab2. Поэтому белые играют ab2. Черные играют ed6. Ну и на ход hg3 играют bc7. Возникает примерно равная позиция. gh2 fe7. Ну и в этой позиции правильно было играть fe5. с примерно равной позиции. Но белые решили, что они побеждают и сыграли ef2. А в этой позиции черные могут провести комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черным. Пользуясь тем, что у белых ослаблены 2, даже 3 дамочных поля, черные проводят такую комбинацию. Играем ab4. Затем играем fe5. Приходится бить шашкой d4 на поле f6. Тогда выбиваем шашку e3. И черные прорываются в дамки. Это первый удар. Белые еще сопротивляются. Аb4 побили. И dc3. Бьем на f6. Белые бьют на e5. Бой, бой. Ну и в этой позиции черные проводят вторую комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти второй удар за черным. Играем дамкой на поле e3. Белые бьют. Затем выбиваем опорную шашку c1 жертвой дамки. И затем играем d e7. Затем совершаем свой финальный удар. Друзья, если вам понравились сегодняшние комбинации, обязательно поддержите мое творчество большим пальцем вверх и подпиской. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания, друзья. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!